В эфире информационная программа Пульс города в студии Екатерина Иванова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. До первого снега наверняка не успеют. Восстановление дороги к Силуковдо планируют начать на этой неделе. Четверть века исполнилось в Федеральной таможенной службе России. Спортивное ориентирование, спорт и игра для силы и ума. Сегодня, 25 октября, в России отмечается День таможенника. В этом году профессиональный праздник совпал еще и с памятной датой. Именно в этот день, ровно 25 лет назад, в нашей стране был образован Государственный таможенный комитет, который позднее был преобразован в Федеральную таможенную службу. Ровно 25 лет сегодня исполняется в Федеральной таможенной службе. В свою очередь, работники Северного энергетического таможенного поста празднуют более скромную, но все же не менее значимую дату – 6 лет со дня образования. За это время его сотрудниками было сделано немало. Подразделение может похвастаться и дружным профессиональным коллективом, и продуктивной работой. Учитывая, что основным направлением, по которому сегодня работает Федеральная таможенная служба, является перечисление денежных средств в бюджет Российской Федерации. Только в этом году нами перечислено уже в федеральный бюджет порядка 35 миллиардов рублей. То есть, оформлено более 20 миллионов тонн грузов. Это энергоносители нашей компетенции. Проведен таможенный контроль более 400 транспортных средств морских судов. Северный энергетический таможенный пост работает в Кандалакшском и Мурманском торговом порту, а также порту Варандей, который располагается на территории Ненецкого автономного округа. Но сам рабочий процесс тоже не стоит на месте и постоянно развивается, учитывая как интересы граждан, так и бизнес-сообщества. Со следующего года планируется, ну не планируется, уже готов проект нового таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Мы сейчас активно его изучаем, готовимся к применению. Я думаю, что здесь как раз основные усилия наших должностных лиц, да и всей таможенной службы должны быть сосредоточены непосредственно на его исполнении. За 6 лет работы практически все сотрудники Северного энергетического таможенного поста были поощрены различными ведомственными и даже правительственными наградами. И сегодня в честь 25-летнего юбилея особо отличившимся были также вручены юбилейные медали Федеральной таможенной службы. Хотелось бы поздравить всех коллег, весь коллектив таможенного поста, наших коллег с Мурманской таможни, с таможенного поста САЛО, с Кировского таможенного поста с этим праздником желать им дальнейших успехов в нашей работе. На восстановление дороги, ведущей к селу Ковда и разрушенной из-за водосбросов понадобится больше недели. В населенном пункте уже работают специалисты, которым предстоит оценить необходимый объем ремонтов. На данный момент, как пояснили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, сбросы полностью прекращены. Вода ушла, но не совсем. Подтопленным остается один участок насыпи автодороги. Сейчас в Ковде работают специалисты Мурман Автодора. Они занимаются обследованием поврежденного участка подъездного пути. По результатам экспертизы можно будет точно сказать, когда переправа начнет функционировать. Сейчас специалисты оценивают необходимость укрепления моста после паводка, потому что там, по всей мести, появляется такая потребность. И планируются мероприятия, определяется объем необходимых материалов для завоза ПГ, для того, чтобы завести песчаногравинную смесь, профилировать дорогу, восстановить. Конкретно пока точную дату, когда автоподъезд будет готов, пока тяжело сказать. Пока вот эти все мероприятия не будут выполнены, особенно в ситуации с мостом. Когда будет заключение специалиста взяло, тогда можно будет какие-то сроки называть. Напомним, 23 сентября в селе Ковде был введен режим повышенной готовности из-за холостых сбросов СГС-11. Жители села о планирующихся мероприятиях были оповещены. Мы продолжаем рассказывать об отделениях детско-юношеской спортивной школы. Цикл сюжетов приурочен к 60-летнему юбилею учреждения. Сегодня речь пойдет о спортивном ориентировании. Не так давно съемочная группа «Пульса города» побывала на тренировке у юных туристов. Надо отметить, эти ребята никогда не заблудятся в лесу. Они умеют читать карты и пользоваться компасом, а также обладают отличной физической подготовкой, выносливостью и навыками работы со спецнаряжением. Всего спортивным ориентированием в Кандалавшской дюш занимается 65 школьников. 50 в нашем городе и еще 15 в Зеленоборском, где тоже работает отделение. На тренировке спешат с радостью, не пропускают и не опаздывают. Самое интересное начинается после обязательной разминки. Ребята получают персональные задания и отправляются их выполнять. Им необходимо, ориентируясь по карте и компасу, пройти маршрут и отметиться на всех контрольных пунктах. Не заблудиться по пути и возвратиться назад как можно скорее. Такие упражнения дети воспринимают как игру, а потому и от занятий получают не только пользу, но и удовольствие. Спортивное ориентирование, оно способствует не только физическим данным, но и умственным способностям развития детей. Потому что, когда ребенок бежит по лесу с картой, пытаясь найти данную КПшку, у него работают не только мышцы, но работает и голова. Для преодоления некоторых лесных препятствий, особо крутых спусков и сложных переправ необходимо специальное снаряжение. И пользоваться им совсем не так просто, как может показаться. Но ребята регулярно тренируются. И с ремнями, канатами и карабинами девочки справляются не хуже мальчишек. А будущим защитникам Отечества все приобретенные здесь навыки пригодятся еще и при прохождении службы в рядах российской армии. За этих ребят и их родители, и педагоги уж точно могут быть спокойными. Ну а для кандулажских школьников, желающих заниматься на отделении спортивного ориентирования, двери спортивной школы всегда открыты. Мы приглашаем ребят в нашу веселую компанию. У нас здесь можно! Далее в нашей программе коротко о других заметных событиях. В Мурманской области стартовала необычная интернет-акция «Приключения Тимур Чала и его друзей». Теперь каждую неделю на сайте Главного управления МЧС России по Мурманской области и на официальных страницах в социальных сетях будут публиковаться веб-комиксы, посвященные основам безопасности жизнедеятельности. Главная цель проекта – рассказать и показать детям в доступной для них форме, как правильно вести себя дома и на природе. Рисованные истории будут освещать вопросы безопасности, с которыми приходится сталкиваться каждому человеку. Школьники в Мурманской области 7 декабря напишут итоговое сочинение. Для 11-ти классников хорошая оценка по итогам испытания станет допуском государственной итоговой тестации. В случае неудовлетворительной оценки или пропуска сочинения по уважительной причине, у школьников будет возможность написать его также 1 февраля или 3 мая. Зима не за горами, а вместе с ней и сопутствующие респираторные заболевания. Медики напоминают сибирянам о важности соблюдения личной гигиены и укрепления иммунитета. Но самым надежным профилактическим средством защиты от гриппа является вакцинация. Прививка делается бесплатно и переносится легко. Однако для тех, кто сомневается в ее необходимости, Управление Роспотребнадзора по Мурманской области 27 октября проводит тематическую горячую линию. Жители Кандалакшского и Терского районов смогут задать свои вопросы по поводу вакцинации против гриппа по телефону 3-32-47 с 9.30 до 12.00. Кандалакшских школьников приглашают поиграть в мини-футбол. С 31 октября по 3 ноября во Дворце культуры Металлург состоятся муниципальные соревнования среди команд общеобразовательных учреждений. Спортивные мероприятия пройдут в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» и реализации проекта «Территория Русала-2016». Начало игр в 10.00. Жители дома номер 4 в населенном пункте Белое море снова остались без капитального ремонта крыши. Напомним, на необходимости проведения данного вида работ граждане настаивают уже больше года. Средства на реконструкцию кровли предусмотрены в фонде капитального ремонта. Однако подрядчиков, желающих заниматься ремонтом, так и не нашлось. На этом наш выпуск подошел к завершению. Далее короткий блок коммерческой информации и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго и до встречи.